Здравствуй, зона КИЗ. С 1 ноября парковка на улицах Халматы бесплатная. С этим поздравляю всех автовладельцев. Ну и конечно, смутные меня терзают сомнения, потому что сколько раз было таких инициатив, и все они приводили неизменно к одному и тому же результату. Платить все равно впоследствии приходилось. Гость нашей студии Марат Шакен, человек, который вывел борьбу с незаконными парковками на новый технологический уровень и победил. Здравствуйте, Марат. Здравствуйте, Георгий. Я скажу, что думаю, а вы меня поправьте, если вам покажется, что слишком уж много лести в моих словах. Я считаю, что именно вы с вашим другом Яковом Федоровым победили незаконные парковки, потому что именно, ну как я наблюдал за всем этим, именно ваша деятельность привлекла к этой проблеме Акима города, внимание Акима города. Он приехал и встретился с вами на месте незаконной парковки, и после этого последовал вот этот вот запрет на незаконный, в целом на взимание оплаты за парковку на улице города. Что скажете вы, как это все было? Ну вообще, в целом, в целом можно согласиться с вашим мнением, но, конечно... Ну вот такого я не полагал. Есть, конечно, тонкости во всем этом. Нельзя говорить, что это работа двух или трех человек, да? Это большая комплексная работа, которая была проведена и до нас, и была проведена, и сейчас она проводится, и в будущем будет проводиться, неважно, какими силами, нашими, либо это со стороны людей, официальные органы. Да, но мы постарались со своей стороны, по крайней мере, дать какой-нибудь там толчок, чтобы государственные органы наконец-то обратили внимание на эту часть проблемы, потому что именно парковка в городе Алматы — очень такой злободневный вопрос для всех автолюбителей, потому что все мы сталкиваемся, нет-нет, с разными видами, так называемыми, незаконным захватом, когда ты хочешь приехать там куда-нибудь припарковаться, и тебя выгоняют охранники, говорят, это наша собственность, да? Вот. Что касается именно действий со стороны Акимата, мы были на встрече, посвященной не только парковкам, но и общей, которая касалась общих коммунальных вопросов по городу, это и незаконная вырубка деревьев, это и незаконные парковки, и парковки тротуарного типа, которые до 1 ноября будут работать в платном режиме, а дальше уже пока будет все бесплатно. На этой встрече мы, кстати, могли и узнать, узнали о том, что данный мораторий появится в ближайшее время, сроков точных не было, но вот мы 22 октября узнали все вместе, что мораторий все-таки будет, он продлится до 1 мая 2016 года, пока новая система парковки тротуарного типа будет разработана и внедрена. Вот это вот есть то, что серьезно тревожит, потому что есть некий привычный регламент, к которому город уже привык, то есть ты подъезжаешь, к тебе подходит неподготовленный молодой или не очень молодой человек, и говорит, агашка, давай тут 100 тенге, тут надо заплатить, а я присмотрю. И с этим как бы все уже смирились. Но приход каких-то там технологичных, уже оборудованных, назовем это стоянками, подразумевает более высокие дивиденды для этих компаний. Следовательно, я подозреваю, что все будет намного дороже в мае для нас, для всех. После небольшого перерывчика такого. В целом, да, я с вами согласен, даже это можно судить по тому, какая система паркоматов и парковщиков была до этого. То есть я имею в виду именно официальную часть. Если не ошибаюсь, там час парковки стоял 100 тенге. То есть если ты стоял часа 15, ты платил 200 тенге. Ты стоял три часа, ты платил 300 тенге, соответственно. Но люди привыкли к старому сложить филу. Да, 100 тенге за день, да. 100 тенге просто за, ну, парковку, да. Поэтому я с вами, да, соглашусь, что новая система, которая придет в мае, возможно, даже будет принята так же в штыки, потому что тарифы пока нам рано судить, но они явно не будут дешевле, чем сейчас. Мы платим незаконным жилеточником, да, легко говоря. А что вы вообще думаете о том, что в городском пространстве, в общем, для всех на дороге общего пользования мы обязаны за необорудованное место стоянки? Мы обязаны платить и будем платить, а будем платить еще больше. И какой-то моральный аспект все-таки всегда присутствует. Ваше личное мнение какое? Вообще, в целом, я, конечно, за платные парковки тротуарного типа, но при одном условии. Во-первых, это все должно быть, во-первых, это должны быть соответствующие тарифы, потому что все мы ездим на разных автомобилях. Какие соответствующие? Тарифы, соответственно, к примеру, если взять, как пример, новую систему транспортную, которая введена в муниципальном транспорте, в МАИ, да, там у них идет определенная стоимость для разных категорий граждан. Соответственно, для школьников одна цена для пенсионеров, другая цена для студентов, другая, для обычных граждан другая. Соответственно, здесь также, возможно, было бы необходимо учитывать какой-то фактор именно для социально защищенных слоев населения. Это первое. Второе. Необходимо все равно проанализировать, какова загруженность данной парковки по понедельникам с 9 утра до 6 вечера, там, с 6 вечера, там, всю ночь. И плюс анализировать эти данные с загруженностью парковки в субботу или воскресенье. Соответственно, исходя из этих данных, там, собирая их, там, исторически на протяжении 2-3 месяцев, можно составить хотя бы какой-то плавающий график тарифов, чтобы он как был выгоден для владельца этой парковки, так и выгоден для жителей, для автолюбителей. Найти компромисс. Да, именно найти компромисс. Вот буквально вчера я был на одной такой технологичной встрече, на которой мы руками там собирали из разных компонентов смарт-умную парковку, да, в условиях умного города. Все там заключалось в нескольких там датчиках, которые все это считают, плюс на компьютер и на мобильный телефон приходили все эти данные, и мы могли исторически собирать и видеть прогнозы, когда эта парковка будет свободна, когда она будет занята, и какие системы предложат тарифы для такого случая. То есть я бы очень хотел видеть вот в этой новой парковочной системе, которая появится в следующем году, именно такой вот умный фактор, умные тарифы. Ну и плюс, за что люди платят обычно за парковку? Это чтобы свой автомобиль можно было поставить в безопасное место, в которое оборудована как минимум камерой видеонаблюдения, и в случае, если не дай бог случится, какая-нибудь машина поцарапает или что-то еще, какая-нибудь кража, то мы могли бы спокойно обратиться там в обслуживающую организацию, получить эти видеозаписи и предоставить там ВДВД или там куда-либо еще. То, что сейчас мы видели, да, то, что это одинаковые тарифы для всех в любое время суток, в любое время дня, в любой выходной, либо это будний день, это 100 тенге час, все. Плюс также проблема была в том, что я вот часто мониторю эту тему в социальных сетях, и люди пишут, что нет всех возможных способов оплаты, да. К примеру, некоторые люди привыкли платить банковской карточкой, но эти официальные парковщики, они принимали только личными деньгами, да. Это тоже один из таких вопросов, которые необходимо поднять и учесть. Плюс все эти парковки не были оборудованы в полной мере, чтобы каждое парковочное место просматривалось там в какой-нибудь камере. Ну, не важно, чтобы каждое, но чтобы был общий вид, чтобы можно было опознать любое происшествие, которое произошло на территорию данной парковки. Марат, вы знаете, я вижу, что ваш интерес к этой теме далеко не случайен. Мне было интересно, откуда вообще вы появились, и почему именно эта тема теперь мне тем более интересна. Чем вы занимаетесь, откуда такой интерес и понимание работы всяких программных устройств, наблюдающих, наблюдательных и так далее. И как это подвело вас к этой идее, такой довольно смелой борьбы с незаконными парковками? Ну, вообще, в целом, моя основная работа, то есть, парковками и другими социальными инициативами занимается свободное время. А основная моя работа – это все-таки диджитал-маркетинг, я работаю в маркетинге, и очень тесно связана с любыми техническими новинками, будь то это реклама, либо это парковка, либо это умный город или умный дом. Я часто писал статьи на такие темы во многих профилирующих изданиях, и поэтому я, можно сказать, на «ты» с техникой и слежу за трендами и в мире, и то, что происходит у нас на локальном уровне. Что касается, почему именно парковки, почему именно социальные, почему я не обращаю внимание на какие-то другие вещи, стоит отметить, что это мой не первый социальный проект в интернете. Одним из первых был проект, посвященный по борьбе взяткам в университетах. Это было уже далеких, можно сказать, пять лет назад. Но этот проект дал мне понять, каков вообще принцип работы социальных проектов в интернете, какой отклик стоит ожидать от людей, какой отклик стоит ожидать от официальных лиц. Ну и, возможно, после того, как я приостановил работу над тем проектом, после этого у меня было 3-4 года, в котором я, возможно, определялся каким-то образом, на какую социальную сферу именно обратить внимание, потому что их не так уж и мало. Но именно почему-то парковки сыграли такую роль, потому что я и сам автолюбитель, каждый день езжу на автомобиле, бывает, езжу на разные встречи. И вот именно такие препятствия в виде незаконных парковок, либо еще каких-то... Да не то, чтобы... Да досадные какие-то недоразумения, да, назовем это так? Да, назовем это так. Поэтому, наверное, я обратил внимание на эту тему и решил немного включиться в социальную жизнь, так сказать. До этого мы очень хорошо дружим с Яковым Федором, который больше года назад начал эту тему. Который, к сожалению, не может здесь сегодня быть, потому что у него сегодня 3 интервью в других местах. Да, да, да. Но мы с ним очень хорошо дружим, я у него даже всегда стараюсь прислушаться к его мнению. И более года назад он начал эту борьбу негласную. И я решил подключиться к этому, плюс, возможно, принести какие-то технические новшества, которыми, кстати, была и карта незаконных парковок. Потому что человек всегда... Большинство людей все равно визуалы. Они воспринимают, когда видят что-то, когда им нужно это увидеть. Если мы просто публикуем там блоги где-то или новостные статьи на разных сайтах и пишем, там, столько-то парковок было и убрано, столько-то много штрафов. Масштабы невозможно проследить. Но если будет какая-то общая карта, на которую там любой человек может зайти посмотреть в реальном времени, что сейчас происходит, например, с парковкой там у ресторана такого-то. Он заходит, смотрит ресторан. А какой адрес вашего сайта назовите? Их люди подключаются? Еще больше. Вообще на Google Maps, вообще, скорее всего, нужно будет дать ссылку в описании, потому что там немножко, да, короткая ссылка есть, если хотите, я могу ее озвучить. Это j.mp.parking.almaty. То есть вот так просто. Вы заходите, она основана на Google-картах. Там указаны точки, по которым мы сейчас работаем. В принципе, там все наглядно. Три цвета. Красный, желтый и зеленый. Красный – это обращение к нам поступило, либо мы сами это заметили, сфотографировали. Но по нему еще работу не начали вести, так как у нас есть порядок очередности. Ясно, желтый всем приготовить. Все уже отправлены обращением в ДВД, и мы ждем ответов. То есть зеленый уже демонтированный, штрафы наложены, там конусы изъяты, таблички срезаны, что-то типа того, да. Стоит отметить, что мы работаем не только над тем, что просто там есть много так называемых популистов в Фейсбуке, которые пишут, а мы против этого, давайте подпишем петицию. Я вообще не сторонник петиций на самом популярном сайте, да, мировом. И там подписаться, там это, я знаю, что это не принесет особой пользы. Это никуда. Это возможно, да, это поднимется в общество, люди узнают, но официально это ничто. Поэтому мы работаем официально, мы получаем все фотографии, мы делаем фотографии, отмечаем это место на карте, пишем обращение через ЕГОВ с нашей электронно-цифровой подписью, что такое-то, такое-то нарушение, указываем все статьи, даже вот у меня в папочке есть все статьи, которые... Иначе вы разработали алгоритм действий, которые никак проигнорировать власти не могут. Да, потому что это официальное обращение от граждан, мы получаем на официальных бланках от ДВД, всегда ответы наложен штраф, либо нет, это парковка официальная, потому что там она находится в рамках частного, ну, на границе частного участка, либо там мы все изъяли, наказали по такой-то штрафной статье, протокол такой-то, вы можете посмотреть в увлажении, то есть все. А с самого начала как вам относились? Были попытки отмахнуться и сказать, ребята, да успокойтесь вы уже? Вообще со стороны ДВД таких действий не было, что стоит отметить, потому что все-таки ЕГОВ и официальное обращение – это очень такая серьезная вещь, за этим следить, как там служба по контролю надзору Государственной службы коррупции, да, кажется, сейчас она называется так, плюс органы Генеральной пропоратуры, в которой, в принципе, люди боятся что-либо там. Иногда, конечно, мы сталкиваемся с какими-нибудь отписками, к примеру, там были концы, приехал проверяющий, но их нету. Да, кстати, такие моменты тоже бывают, потому что даже был недавний случай, мы выехали с одним телеканалом снять вот именно все факты, и вот вы не поверите, мы поехали, нигде не смогли найти конусов, это непонятно, кто это, как они узнали, что мы выйдем в тот день. Слив информации, как это был, да? Да, то есть, да, журналисты мне сказали, Марат, кто-то слив, в общем, то есть, а об этом мониторинге знали там я, журналист и представители ДВД, да, я не знаю, кто это был, но факт имеет место быть, да, поэтому у нас там сюжет отдельно сорвался, это было очень печально, вот, но в целом всегда представители ДВД реагируют оперативно в рамках закона, там, в течение 31 дня они должны ответить на наше обращение, они отвечают. А вы не торопитесь. Да, мы в принципе, да, мы просто ждем ответа, плюс на карте мы сразу выкладываем все фотографии нарушения, до, после и фотографии с уже официальным ответом от ДВД, чтобы люди могли видеть, что вообще происходит. Слушайте, за много-много лет немало хороших, сильных журналистов были обломаны, пытаясь разобраться с темой и незаконных парковок, и вообще поборов на дорогах города. Вы никогда не сталкивались с угрозами, там, с чем-нибудь подобным? Все-таки вы блогер, вы не журналист. У журналистов хотя бы какая-то официальная есть прикрышка, скажем тогда, официальное издание, а вы блогер. Ну, вообще, в целом, во время работы именно над данным социальным проектом у меня таких проблем не возникало. Было пару разговоров, но они были на таких... Конструкции. Да, на нейтральных тонах. То есть мне звонили именно собственники заведений, либо собственники бизнес-центров, там даже очень один, есть хороший пример, я не буду его называть, но около трех раз накладывали штраф на этот бизнес-центр, так как он доставлял без остановки своей комнаты и таблички. После трех раз мне позвонил собственник бизнес-центра и сказал ему, раз, здравствуйте, мы вот видим, что вы пишете, и решил объяснить всю ситуацию, что вот данная дорога была в плачевном состоянии, мы ее восстановили сами на свои силы, мы тестово уже проводили, убирали парковщиков и таблички, там был хаос, не знаю, правда это или нет, но как-то таким образом пытались как-то выходить на диалог. В итоге мы договорились, что они стараются не ставить таблички, и если кто-то приезжает, то разрешать всем, не важно от того, это начальник или просто человек, то есть разрешать парковаться на этих местах. Данные действия мы проверяли несколько раз, как оказалось, работа с парковщиками была проведена не так же правильно, поэтому нам пришлось писать и о четвертом нарушении. Вот такие моменты бывали, а вот чтобы прямо таких угроз, там звонить, там, мы тебя найдем, мы тебе это, такого не было. Ну хорошо, если мир так изменился, это прекрасно. В целом, да, думаю, ну и плюс то, что вы отметили касательно остальных журналистов, я думаю, скорее всего, это возможно какое-то влияние времени, потому что я могу это судить именно своим проектом, который был пять лет назад, вот тогда я сталкивался и с угрозами, и с звонками, и смс-ками, и с давлением со стороны государственных органов, и плюс люди не готовы были, так сказать, стучать, как это говорится в народе, да, на тех, кто нарушил, но сейчас общество потихоньку уже стало ближе, стало толерантнее относиться к таким, к такого рода действиям, потому что, видимо, уже есть предпосылки для того, чтобы, ну и плюс государственные органы очень положительно смотрят на это и стараются этим каким образом не препятствовать. – Прекрасное наблюдение, очень интересно это слышать. Ну, а немножко о личном, под занавес, так сказать, а ваша семья-то как относится к тому, что вы много сил и средств наверняка вкладываете вот в эту работу? – Ну, в целом, конечно, по-разному, в зависимости от ситуации. Вот, к примеру, там даже нужно далеко не ходить, прошлые выходные, например, я полностью потратил на то, чтобы проехаться по местам незаконной парковки, проверить, есть ли повторные нарушения, либо зафиксировать новые факты какие-либо. Вот, и в тот момент там в моей семье очень так восприняли, это же твой выходной, ты должен отдохнуть, мы должны отдохнуть. Зачем тратить свое время, силы, денег там на то, чтобы проехаться куда-то там, ездить на край города, на другой край города и заниматься этими вещами, но в целом, в целом, они понимают, что такая работа должна кем-то проводиться, и видя результаты определенные, как люди пишут там, потому что и на почту приходят, и в фейсбуке пишут, что спасибо, что вот мы теперь можем дома хорошо парковаться, вот спасибо, теперь нам никто не угрожает, либо там теперь возле бизнес-центра все хорошо, потому что это все очень эмоционально, эмоциональный ответ, который к тебе приходит от людей, это очень заряжает, дает силы, потому что нельзя исключать этот фактор тоже. И в целом, в принципе, понимающие относятся, ну, все должно быть в меру, и я тоже это понимаю, и стараюсь соблюдать меру, разграничивать личные работы, основные, социальные проекты. Ну что ж, любой опыт рано или поздно играет положительную роль в нашей жизни. Большое вам спасибо за ваш рассказ, было очень интересно, интересно ваше наблюдение, интересно ваше вот этот вот алгоритм, который вы разработали, который помогает доводить дело до конца, ну и упорство, конечно. Большой привет вашему другу, который, к сожалению, не смог сегодня прийти, и успехов вам и вашей семье. Спасибо вам большое за приглашение. Друзья, оставляйте комментарии. Всего хорошего.